вот смотрю на этот бокал и гроздочку кишмиш юпитер и думаю какое прекрасное вино получится с этого кишмиша ароматная насыщенная вкусная здравствуйте уважаемые любители винограда передо мной вот такая красивая гроздочка юпитера урожай уже созрел уже чувствуется аромат вкус и хочется попробовать сделать из кишмиша юпитер прекрасное вино и мы постараемся снять ряд роликов от начала до конца до последней стадии все стадии приготовления домашнего вина хочу сразу попросить таких как сказать матерых виноделов пожалуйста не судите строго я виноградарь вино я делаю небольших количествах то есть и вино я делаю для себя для своей семьи для своих друзей рецепт у меня простой классические то что я знаю я буду делать то есть на протяжении определенного времени я уже делал вино я не использую покупные дрожжи ну это мой принцип я использую пруин естественные дрожжи которые находятся на винограде также в этот раз я не хочу использовать сахар и насчет воды я еще не знаю может быть немножко добавить или нет время покажет то есть посмотрим насколько густое будет насыщенное будет вино с чего начинается виноделье а сейчас мы подошли кусту юпитер этому кусту где-то или пять или шесть лет точно не скажу кажется шесть лет в прошлом году мы демонстрировали этот куст под полной нагрузкой мы его растянули на 7 метров у нас в конце этого куста было пусто там не было других кустов и мы растянули рукава и получили хороший урожай в этом году уже мы часть урожая начали срезать приезжают покупатели пробуют нравится и не удерживаемся тоже срезаем урожай но часть урожая мы оставили для себя для вина для того чтобы сделать изюм и сегодня мы хотим начать приготовление домашнего вина из кишмиша юпитер с чего мы начинаем приготовление вина первое это наша задача выяснить ягоды готовы для приготовления вина или нет набрали ли они достаточное количество сахара вы скажете а сколько должно быть сахара но если у вас нет рефрактометра это прибор который измеряет уровень сахара если по шкале это там ну называется брикс процентном соотношении сахар то обычно виноделы многие опытные виноделы просто на вкус смотрят и они уже понимают сахар достаточно набрал он или нет у нас есть два рефрактометра один цифровой другой оптический этот цифровой рефрактометр мы используем для того чтобы показывать вам уровень сахара ну где взять на пробу ягоду конечно верхние ягоды они всегда слаще нижние более кислее то есть менее слаще поэтому я обычно беру среднюю ягоду вот взял среднюю ягодку и теперь я постараюсь измерить уровень сахара давайте вместе посмотрим идеальный уровень сахара для начала приготовления вина кстати мы будем делать сухое вино без добавления сахара 22 процентов брикс давайте посмотрим какой уровень сахара набрал наш кишмиш юпитер и еще мы не будем только с одной грозди брать мы возьмем с разных гроздей чтобы получить более объективную информацию по вызревание ягод и так вот наша мини лаборатория обнуляем теперь берем ягодку сделали небольшой надрез и выдавливаем сок вот так вот есть и тест есть ли 22 брикс 23 и 5 это просто прекрасно это одна ягодка давайте посмотрим убираем этот сок следующую ягодку разрезаем но в идеале конечно если 22 то это было бы хорошо 22 и 1 также протираем ну и третью ягодку хорошо мы протерли так смотрим что мы имеем 21 и 8 смотрите в среднем у нас будет 22 процента сахара мы пришли к выводу что урожай созрел достаточно созрел чтобы с него сделать прекрасное вино 22 брикс давайте снимать урожай это самый приятный момент в виноделии или виноградарстве когда мы начинаем срезать грозди посмотрите какие они прекрасные я нахожусь у этого куста и чувствую аромат землянейки очень приятно вот просто не передать а представьте какое вкусное будет вино я уже предвкушаю этот вкус меньше слов больше к делу начинаем снимать урожай да урожай неплохой в этом году ну что отнесем пока этот ящик и потом соберем все остальное и расскажу дальше что мы будем делать пойдемте а после того как мы собрали виноград наш урожай необходимо отделить ягоды от гребня почему мы это делаем дело в том что гребень он может дать кислинку или терпкость обычно в южных регионах гребень не убирается так как там много солнца и этот гребень он скорее всего что а до конца вызревает или лучше вызревает и он не дает такую терпкость такую горечь нашем случае посмотрите гребень зеленый и чтобы вино не было горьковатым или терпко ватым мы убираем или отделяем ягоды от гребня процесс трудоемки но наша задача иметь мягкое вино нежное и качественное мы любим вкусные вина поэтому мы делаем эту процедуру так ну что начинаем процесс давильни челентану давил ногами а мы немножко по-другому процессы сейчас более механизированные вот и потихонечку давим кстати а вот это вот до вилка она так устроена что она не давит косточки хватит подожди пожалуйста если при во время приготовления вина раздавливать косточки то косточки дают горечь поэтому здесь жернова так устроены что они пропускают косточки через себя и мы просто раздавливаем мякоть и 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 закрываем крышку и на сегодня съемки будем заканчивать это была первая часть ролика как мы будем приготовить вино из кишмиша юпитер мы срезали ягоды проверили на сахар надавили и поместили в бочку все это теперь эта бочка у нас будет стоять в помещении при температуре примерно плюс 22 градуса примерно 22 градуса же это самая такая оптимальная температура на наш взгляд чтобы активно проходила брожение или все процессы периодически мы будем смотреть каждый день как минимум три раза мы будем опускать шапку которая поднимается наверх и чтобы не происходили процессы окисления чтобы грибки не образовывались и не прокисал виноград но это все тоже покажем вам все будем заканчивать если вы не подписаны на наш канал подписывайтесь если понравился вам наш ролик ставьте лайк желаем вам успеха виноделия и будьте здоровы а Субтитры подогнал «Симон»